Вечтение Магадгиды произносится мантра Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Которые Преподианте Предались Маям этан Эту иллюзорную энергию Таранти Преодолевают Те Они Дай вихи шагуна мои Дай вихи шагуна мои Мама моя дуратиая Мама моя дуратиая Мам блив депрападянте Маям этан тарантитое Дай вихи шагуна мои Мама моя дуратиая Мама моя дурацья я. 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 Я еще раз прочитаю перевод. Преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гон материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне с легкостью, выходит из-под ее власти. Комментарий Шрива Прокупада. Энергия верховной личности Бога делится на бесчисленное множество видов, и все они имеют божественную природу. Будучи частицами энергии Всевышнего, живые существа также обладают божественной природой, но когда они входят в соприкосновение с материей, она затмевает их изначальное высшее сознание. Покрытая болоткой материальной энергии, живое существо не в силах выйти из-под ее власти. Как уже было сказано, и материальная, и духовная энергия исходит из верховной личности Бога, и потому называются вечными. Живые существа принадлежат к высшей вечной природе Господа, но оскверненные его низшей материальной природой, они с незапамятных времен пребывают в плену иллюзий. Такие души называются нитебабхами или вечно обусловленными. Никто не может установить, когда живое существо стало обусловленным. Хотя материальная природа является низшей энергией Господа, его существо очень трудно выйти из-под ее власти, потому что она действует, выполняя волю Всевышнего, противиться которой не может никто. Никакая материальная энергия и низшая материальная энергия названа здесь Божественной потому, что она связана с Богом и послушна Его волей. Направляемая Божественной волей материальной природы творит настоящие чудеса, создавая и разрушая материальный космос. В Ведах это подтверждается следующим образом. Сама по себе моя иллюзия не является реальной, ибо она не вечна. Однако за ней стоит непревзойденный волшебник, Господь, Верховная Личность, которого называют Махешфрой, Верховным Повелителем, Шветошватару Панишад. Дальше есть еще комментарии, пока мы остановимся здесь. Лекция у нас медленная должна быть, да? Да, да. Четыре, пятнадцать. Здесь подпоклада объясняет в комментарии, что Господь является источником всех энергий. То есть он представляет собой безграничное целое, бесконечное, и эта духовная природа его позволяет действовать таким образом, что если он, являясь источником энергии, что-то из себя производит, то времени от него не бывает. В материальном мире закон такой, что если из одного отнять один получится ноль. С точки зрения духовного, духовной математики, если сколько бы ни отнимали, из одного вычесть один, получается один все равно. То есть бесконечная, безграничная энергия, она является нестерпаемой, источник этой энергии. Он повелевает ей. Даже в математике есть частичное отражение этого положения абсолютно истинно. Если мы возьмем такое понятие как бесконечность, сколько бы мы от бесконечности не отнимали, то бесконечность все равно будет неизменна. И этих энергий, эти энергии бесконечные можно разделить на три вида. Это высшая и внутренняя энергия, духовная энергия в особе. Это внешняя энергия материальная, отделенная, как говорит Господь от меня, и пограничная энергия, к которой принадлежат живые существа. И каким образом живые существа оказываются, находясь, имея духовную природу, оказываются во власти низшей энергии. То есть я живое существо, я обладаю сознанием практически такой же могущественной, как Бог в определенном. То есть имеющий сознание, имеющий Божественную природу, оказываются живые существа под властью материальной энергии, которая является низшей энергией. Каким образом это происходит? Здесь я хотим жить. Наслаждаться сами. Какие мнения? Он же говорит, это моя энергия Божественная, значит она такая же сильная, как она. Да, именно потому, что источник этой энергии, повелитель материальной энергии, низшей энергии Господь, она столь же могущественна. И преодолеть ее невозможно. И с другой стороны, он говорит, возможно. В каком случае? Он предается. Если человек предается мне. Продолжим комментарий. Другое значение слова гуна – веревка. Оно указывает на то, что обусловленная душа крепко связана веревкой иллюзорной энергии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам. Ему необходима помощь того, кто свободен. Ему не поможет другой связанный. Развязать веревки может только тот, кто свободен от путь. То есть это утверждение логическое. Очень просто понять. Завязать человека может только тот, кто сам развязан. Или спасти утопающего может только тот, кто сам не тонет, кто находится на берегу. Другими словами, освободить душу из материального плена может только Господь Кришна или его истинный представитель, духовный наставник. Без их помощи обусловленная душа никогда не сбросит такого материального рабства. Помочь нам освободиться от материальных может преданное служение Господу или метод сознания Кришны. Кришна, повелитель неодолимой иллюзорной энергии, может приказать ей освободить обусловленную душу. Отдавая такой приказ, Он являет предавшейся Ему душе свою беспричинную милость. Господь движен к чувствам отеческой любви к живым существам, которые изначально являются Его возглавленными детьми. Итак, единственный способ выйти из-под власти неумолимой законов материальной природы – это предаться Господу и служить Ему, служить Его с Настапан. То есть Пракхупада здесь говорит, что только по милости Кришну можно освободиться или по милости духовно учителю. Но в конечном итоге всё равно это происходит по милости Кришны, потому что духовный наставник Он даёт нам Кришну. Примечательно также употреблённое в этом стихе слово «мам» – «мам Эва». «Мам» – «мне» означает только Кришне, Вишну, а не Брахме или Шиве. Хотя к Брахме и Шиве – необычайно возвышенные существа, находящиеся почти на одном уровне с Господом Вишну, они, будучи повелителями раджа гуны страсти и тамагуны невежества, подвластны Майи и потому не способны освободить обусловленную душу из её когтей. Только Вишну, владыка иллюзорной энергии, может вызволить душу из её плена. Это подтверждается в Ведах Швита Шватару Панишак. Там Эва видитва. Погрести освобождение можно только познав Кришну. Даже Господь Шил подтверждает, что получить освобождение можно только по милости Господа. Мукти Прадата Сарвишан Вишну Эвана Самшеха. Нет никаких сомнений в том, что освобождение каждому существу дарует Господь Вишну. То есть, каким образом живой сустав попадает под влияние материальной энергии? С помощью каких категорий? Это гуны. Гуны природы, которые связывают человека. Связывают его. Не зря один из переводов слова гуны – это верёвка. То есть, подобно верёвке, живое существо оказывается связанным этой энергией. И как живое существо попадает под власть материальной природы? Как оно обуславливается? У неё что появляется? А ещё? Четыре человека? Три разные. Четыре? Четыре? Недостатка. Недостатка. Да? Какие недостатки? Склонность. Мы все впадаем в иллюзии, впадая под власть иллюзии. Ещё? Чувства несовершаемые. Наши чувства не являются совершенными. Скажи. Дальше. Склонность лгать. Склонность лгать. Ну или обманывать других. То есть, мы вынуждены обманывать. В смысле не совершенными. Ещё? Совершенные шутки. Мы каждый вынужден совершать ошибки здесь. То есть, каждый находится под властью этой энергии. Говоря о пограничной энергии, как раз мы узнаём, что мы, как частично, как принадлежащей этой пограничной энергии имеем, что? У нас есть свобода выбора. Да? Какая? И благодаря этой свободе выбора мы можем выбирать, в какую сторону нам двигаться. А проще говоря, мы можем выбирать под властью какой из энергии мы находимся. Под властью внутренней или духовной энергии. Или под контроль внешней материальной энергии мы хотим попасть. вот и всё. И здесь проблема в том, что человеку для того, чтобы сделать правильный выбор, нужен разум. Если разум используется неправильно, то это ведёт к чему? Человек деградирует. И это выбор, в какую сторону человек развивается. Развивается и вообще это не вопрос удачливости человека. какой-то удачливый он такой всё время ему везёт. Нет, это вопрос выбора. Если человек деградирует, значит, он не совершенно... он не обладает разумом, и он неправильно использует свою природу. Если он прогрессирует, то понятно, что он использует разум по назначению. И так Кришна говорит, что эту энергию Моей невозможно преодолеть. И на самом деле учёные практически сбились. Ну, как они, выбились из сил, да? В попытках преодолеть законы природы. Но проблема в том, что эти законы, установленные Богом, их нельзя преодолеть. Закон тяготения можно разум поделить? Не понимая тонких законов, учёные строят только предположения, что это, возможно, будет так, а, возможно, это будет и так. И не осознавая, каким последствиям могут привести те или иные попытки понять эту природу, понять, так сказать, материальный мир, всё только приходит к ещё большему разрушению. Никакие проблемы не были решены. Капхупада говорит, никто ещё не решил проблему, самые главные проблемы материального мира. Это какие? То есть все люди умирают, да? Все люди болеют, стареют и рождаются. То есть никто этих проблем не решил. Однако этим наука пытается, значит, заявлять о том, что человечество движется в своём, ну, со временем оно прогрессирует. Вот Капхупада смеялся над этим прогрессом. Какая разница, да? Если в средние века вы сбрасывали, лили на людей кипящее масло, да, и сбрасывали камни, то есть теперь вы сбрасываете друг другу на голову атомные бомбы. Это ничем не отличается в ваше поведение от средневековых людей. Где тут прогресс? То есть человек в человечество может даже попасть под влияние таких ложных теорий, как теория Дарвина, например, которая говорит, что есть эволюция, что виды постепенно эволюционируют, и в какой-то момент мёртвая материя вдруг стала живой. Но ещё никому никогда не удалось сделать из куска мёртвой материи живое, что-то подожрить её как-то. Но, тем не менее, Дарвина утверждает, что да, была вот такая... В какой-то момент вдруг эти сгустки материи ожили и стали там прогрессировать как-то, образовывать более высшие формы. Ну и Фрубхупада, он давал такой пример интересный, что существует... Представьте себе, существует огромный отель многоэтажный, гостиница, в которой находятся номера разного уровня. Есть номера люкс, более простые и совсем общежитского типа, так сказать. И в этой гостинице живут одновременно разные люди. То есть он хотел сказать, что возможно, что есть какая-то эволюция, но в данный момент сейчас существуют все виды одновременно, все виды всей формы жизни. То есть никто, по сути дела, эволюции такого не происходит. И вот он сравнивал возможности проживания этой гостиницы с тем, что у него есть определенный запас денег, которые позволяют ему оплачивать проживание в определенном номере. Если у него есть возможность оплачивать люкс, он же в люксе, но когда деньги кончаются, его переселяют либо в другой номер попроще, либо вообще выгоняют из этой гостиницы. Но если у человека есть... И у него есть возможность оплачивать простой номер, и он еще хорошо зарабатывает при этом, то есть через какое-то время он может поселиться в более дорогой номер, в какой-то момент он может попасть в люкс. То есть у человека дела идут в гору, что называется, он хорошо зарабатывает. То есть идея в том, что дальнейшая судьба его определяется его заслугами, или кармой, как мы говорим. И тот, где он проживает в данный момент, определяется его кармой прошлой деятельности. Если у него есть возможность оплачивать дорогой номер сейчас, он живет сейчас в нем. То есть это была такая возможность получена ему доранее. Рукопад говорит, что когда человек умирает, для него уже готово следующее тело. То есть у него запас благочестия для получения другого тела уже подготовлено. Все уже подопределено. Если человек в момент смерти обрел сознание собаки, он получит тело собаки. При этом сверхдуша и Бог его не спросит, хочет тело собаки? Он просто даст ему. А не просто соблют ему тело в соответствии с его сознанием. Но как преодолеть влияние этой энергии? Каким образом? Точно говорит, что те, кто предаются мне, могут произойти мою природу. Что это значит? И каким образом получается, что человеку не удается преодолеть влияние? У кого есть какие-то соображения? Почему? А почему люди вообще живут, находясь во власти этой природы, и не очень склонны от нее добавляться? Ну, говорят, я такой, я есть такой, как есть. Или вот, это моя судьба, это мой крест, там еще люди смотряются с такими вещами. Есть такое возвышенное, якобы, понимание смиренное, но пусть будет, как будет, как Бог решил. Это предание в общем, да? Нет. Нет? Или да? Нет. А почему нет? Нет. Ну, мало знаний в них о себе, о материальном мире, потому что здесь так плохо, что здесь приходится умирать, а никто не хочет умирать. Плохо, хорошо. Им хорошо. Поэтому и не хотят. А знаний мало. А сидят в утробе там вниз головой, в скрученном состоянии ребенок. Ну, а там что на вашего? Тут это как тюрьма. Это хорошо еще, если в человеческом тюрьме, да, какое-то будущее у него есть, а если он в скрученном состоянии уже с четырьмя лапами, да? Какое будущее у него есть? Утопит котенка, да? Как только родится. Не знаю. Живое существо, ну, Кришна заботится о каждом живом существе, и какое бы оно тело не получило, Кришна дает ему разум в соответствии с его телом, чтобы он выполнял свои насущные потребности. И как бы живое существо, находясь в теле, оно вполне счастливо, оно удовлетворяет свои четыре потребности в еде, сне, совокуплении, обороне, и живет вполне счастливо. И эти люди, которые живут подобно кошкам и собакам, как говорил Шлопаупату, то есть удовлетворяя точно такие же потребности, только более изощренным способом, они просто, ну, прожигают человеческую форму жизни. Человеческая форма жизни, она предназначена для того, чтобы постичь Кришну. А постичь Его можно только по милости. Поэтому люди не хотят вообще не думать ни о чем, потому что не получили милости, не получили этого вкуса и знания о Кришне. Поэтому у них нет ни желания, ни ничего вообще, ни стремления как-то. Ну и то, что прогрессировать, вообще нету разума, ну, склонность вообще задумываться об этом. Просто они живут своей жизнью и счастливы. И только по милости Кришны, по милости тех, кто на берегу, мы можем простить, когда нам. Мы говорили про то, что концепцию того, что пусть как Бог решит, так и будет, да. То есть люди обманывают же в такой фразе себя. Они, если им действительно Бог скажет, что Он хочет, они разве будут это делать? То есть они же говорят, вот как Бог считает нужным, так вот и будет. А если как бы придет какой-нибудь святой человек, или они увидят Священное Писание, там прочитают, что на самом деле Бог от нас хочет, они как бы скажут, ну, ничего. Я не то имел в виду. То есть никто не изучает, что хочет Бог. Да, да. И говорят, ну, сделай так, как Он хочет, да? Да. А Он хочет очень простых вещей. Сарван тхарно парития джа, да? То есть брось все это. Как две птицы, сидящие на дереве, тело. Это душа, сверхдуша. И сверхдуша, она постоянно, говорит, посмотри на меня. Посмотри на меня. Ну, душа настолько увлечена этими плодами, да? Что она не может отвлечься от этих плодов. Если человек чем-то увлечен, очень трудно отвлечься, да? Если муж смотрит какой-то там фильм, или у нас смотрит сериал, да? Или муж смотрит там спортивную передачу. Вот. Сейчас, сейчас подожди, сейчас, сейчас. Вот. Или вообще даже, если пытается человека отвлечь, то он приходит в бешенство. То есть отвлечь его от этой материальной природы, да? Очень трудно. Но Пхупадагова сравнивает интересную вещь, дает. Например, человеческая жизнь. Вот отделя ключевые вещи сказал. Много причем. Человеческая жизнь, она сравнивается с бесценным даром. Это все равно, что... И как человек поступает с этой жизнью? Все равно, что ребенок, нашедший, там, пятитысячную купюру, да? Вот пять тысяч нашел. Что он может ребенок на нее купить? Пойдет купить мороженое для порции, и все, его обманут. Там еще что-нибудь, конфеты. Пачку конфет, да? Все. Но если он даст эти деньги родителю, что произойдет? А? Родитель разве будет его обману? Родитель разве поступит так, что во вред эти деньги пройдет? Спорный вопрос. Я понимаю, что эти деньги получат. Эти деньги могут написать. Кришнолюбящий отец все живут существа. Родители, они в семью это потратят все равно. В любом случае. Этот любящий отец, действительно, он скажет, дорогой, если хочешь, я буду хватить и конфеты там каждый день. Она дольше хватит. То есть он никогда не обманет ребенка. Так же и мы, если вручаем свою жизнь Кришну, Учителю, эту карму, прарабскую карму, которая у нас есть, проявлена. Я прарабская, которая еще не проявлена. Всю эту карму отдаем учителю Кришне в жизни. Разве эту бесценную жизнь они куда-то денутся, там, не потратят на то, чтобы была уничтожена? И еще одна ключевая вещь. У человека нет желания. Никакого. Он может выразить свое желание. То есть он говорит это. Это не означает... Это как раз таки не та концепция, когда он говорит, ну пусть все как Бог решит. Когда у него есть желание, он очень четко может определить, чего он хочет. Когда мы были маленькими, да, у нас тоже были желания. Когда младенец вылетается, у него же тоже есть желания. И какие... И разве хоть какое-то желание у него не исполнялось? Они же такие простые желания. Поесть, попить, там, чтоб сухими быть. Как ребенок? Как он свои желания проще исполнил? Плачет. Плачет. И какая молитва? Эта молитва, это... Плач, это практически молитва, да, обращение к Богу. Помогите, пожалуйста. Давай. Даже у Марины Таргаковой есть один семинар, я не помню, как он называется, где она каким-то образом... Нам давал прослушать плач ребенка, который, по-моему, не только родился, что ли. Он немножко адаптированный, там, такой звуковой обработкой подвергли этот плач. И по интонации получилось, что это молитва. Вот люди так молятся, искренне. То есть, стоило только нам открыть рот? А-а-а! Все, молитва. Эта обращенная к Богу молитва, она тут же была услышана. Причем, там, мама что только не делает. Да, ой, он есть не хочет, у него животик, наверное, болит, или он еще там... Ну, сами знаете, насколько мама способна позаботиться. Так же, Кришна, он как любящий отец, он... Если у человека есть эти желания, он способен их исполнить, искренне желания. Если у человека нет желания предаваться, да, Кришне, тогда, пожалуйста, можешь находиться во власти моей энергии, Кришне. Кришна никогда нас не оставляет. Он никогда от нас не отворачивается. Даже если мы забываем об этом, мы умираем и получаем другое тело, мы абсолютно все забываем. Наши прошлые жизни, наши деяния, мы все забываем, остается только карма. Непроявленное, проявленное там, что мы сначала получим, что мы, какое мы тело получим, что с нами будет. Но Кришна, он все помнит, он нас помнит, он нас помнит как души, он помнит наши жизни. Он никогда не оставляет нас и дает всегда нам шанс. И пишет, вот если ты не можешь предаться мне, там, вот давай мне плоды, если не можешь плоды отдавать работать, если не можешь, просто думай обо мне все, что ты не делаешь. Он всегда нам дает шанс. Просто наша задача, те, кто следует и те, кто уже увидел Кришну, наша задача в том, чтобы показать этот шанс другим людям, что Кришна о них помнит и не забывает. Ведь если нас кто-то любит, очень сильный, то есть Кришна, у него все есть, у него, не знаю, он абсолютно, у него все есть, у него нет только нашей любви. И он на это влиять не может. Он не может влиять на то, что он не может нас заставить себя любить. Он никогда на это не претендует. Но он всегда дает шанс и всегда, никогда нас не оставляет. И просто представьте, вот если бы мы это поняли, что на самом деле, насколько он о нас заботится, насколько, наверное, мы бы его полюбили искренне. Поэтому наша задача узнавать о нем и как он нас любит, как ему можно служить, это и есть служение. То есть насколько мы можем отвечать ему взаимностью, на его любовь к нам. Вот такое понимание вот служения. Узнавать Кришну для того, чтобы служить ему, отвечать взаимностью на его любовь. Что он любит нас вечно. Это факт. Факт. Криша правильно сказал. И люди не изучают, изначально не изучают, чего хочет Господь. И кого, как в 12 главе, там Христа говорит, вот этот человек дорог мне, вот этот человек дорог мне. То есть если вы посмотрите, кто дорог на самом деле Богу, можно скорректировать свои поведения мягко говорить. направить себя в какое-то русло. То есть действительно Кришна сопровождает другое существо, даже то, которое находится под властью иллюзорной энергии. Единственная только проблема в том, что живое существо, обладая свободой выбора, как говорит Пракхупада, душа, она может выбирать. И оказываясь, ну как сказать, теряя возможность, или злоупотребляя свободу выбора, то оказывается во власти материальной энергии попадает в себя. Но считается на самом деле, что души, души в чистом виде, они не присутствуют в материальном виде. души видят сон. Мы как души видим сон, как мы здесь живем в материальном виде. Потому что и то, и другой сон, который мы видим во сне, и сон, проходящий с нами на его, по свойствам они одинаковые. Например, если мы во сне попытаемся исполнить свои желания какие-то, например, попить во сне, поесть во сне, что-то хорошее, приятное происходит или неприятное. Просыпаясь, мы понимаем, что на самом деле это иллюзия. Так же и здесь. Абсолютно точно так же. Жизнь в материальном мире не позволяет нам исполнить наши желания. Потому что наши желания – это вечное знание и блаженство. Но никто не хочет умирать, и тем не менее все умирают. Никто не хочет болеть, тем не менее все болеют. Никто не хочет… Точнее, я больше чем уверен, что каждый хочет обладать этой всеобъемлющей любовью ко всем живым существам. И никто не может её проявить в полном мире. Может, нет таких людей? Или всё-таки есть такое желание? Любить всех живых существ, и носить всем благо. Уже времени достаточно много, чтобы к вопросам перейдём. Короткая лекция. А у меня вопрос. Здесь говорится о том, что предайся мне. Что такое предаться к решению? Предание. Вы знаете, с практической точки зрения – это способность какое-то время жить без ответа от Бога. Мы можем высказать ему какие-то желания свои, правда? Что-то не хотим. И эти желания не исполняются. И что люди в это время говорят? Бога нет. Бога нет вообще, да. Или люди, например, религиозные очень люди. Могут быть очень жестокими и злами равными. И к чему это приводит? Под маской религии они что… Ну, не под маской, а имея религиозность некоторую в сознании, они потом что, вынуждены каяться? Ну, вот я такой вот… Совершил такое плохое дело, я вынужден каяться. И в итоге человеку надоедает, каяться. Он говорит, что, ну, а, я всё равно совершаю плохие поступки, никто меня не наказывает. И поэтому Бога, скорее всего, нет. И предание означает, что человек на самом деле искренне высказал свою просьбу Богу, полагается на Его милость, полагается на Его волю. Потому что Иисус Христос, когда молился, Он говорил, пусть меня минует чаша сия. Он не хотел, чтобы Его прибили к кресту и распяли. Но если на то твоя воля, то хорошо, я согласен. И в таком состоянии человек, понимаете, как может себя вести. Даже тяжелые страдания переносить можно. Тяжеленьшие. Отдает право, да, решать? Да, то есть человек полностью отдает право решать, или как-то полагается на Божью волю, в каком плане. Он понимает, что не он здесь исполняет все желания, в том числе и других живых существ. Мне кажется, что еще человек, который предается, он очень сильно любит, что человек любит его, и в его жизни будет все, как бы, именно на благо. Потому что очень часто, проходя какие-то тяжелые испытания, человек понимает, что, как бы, эти испытания даны для него духовного роста. Поэтому видение того, что с ним происходит, как это говорят? Я, как бы, он счастливчик. Все, что со мной происходит, как говорят, все мне на благо. И все минусы, по сути дела, превращаются в плюсы. Ну, как говорится. Поэтому человек, который верит, что Бог, ну, как говорится, любит его, он, предаваясь ему, проходя все оставшуюся свою жизнь, просто эти все минусы превращаются в плюсы. Кришна обладает им свойством. Он всеблагой, все привлекающий, все радующий. Он способен превратить ошибки даже человека. Если человек предается Богу, то Кришна способен превратить ошибки человека в какие-то плюсы, в какие-то положительные моменты. Если человек предан Богу, он, совершая ошибки, даже не умеется Богу. Не совершает греха. Именно поэтому очень опасно критиковать всяких людей. Очень опасно, потому что мы думаем, что какая-то жизнь за этим может быть что-то нехорошее. Но, опять-таки, эта двойственность, она свойственна только материальному миру. Двойственность. То есть хорошее и плохое. На абсолютной платформе нет ни хорошего, ни плохого. И попадая под власть иллюзорной энергии, мы оказываемся во власти двойственности. Это для нас сегодня хорошо, а это плохо. Мы так думаем. И хорошее, и плохое, и одинаково плохо в этом материальном мире. Мудрецы говорят, что обсуждать, что здесь хорошо, а что плохо в материальном мире, это все равно, что обсуждать какие испражнения лучше. Сухие или не очень. Потому что даже гуна добродетели она обуславливает. Гуна страсти, гуна невежества, они дают человеку выбраться из этого колеса самсары. Человек постоянно находится и деградирует. Но даже гуна добродетели, гуна благости, она сковывает человека. Хотя она и дает ему ощущение счастья, ощущение чистоты сознания, удовлетворения. Но она сковывает этим состоянием, поскольку она тоже материальная энергия. Человек привязывается к этому очень быстро. хорошая. Как-то мы ответили на ваши вопросы? Коллективно. Можно много обсуждать эту тему. Один из выходов, мы сегодня обсуждали утром. Один из способов, как преодолеть эту энергию. Это преданное служение в виде Кришна-кадха, называется это. Обсуждение деяний Игоря Кришны, того, что он сказал. Потому что если человек не занимается Кришна-кадхой, то он занимается грамья-кадха. Грамья-кадха означает деревенские разговоры. Этот пошел туда, а этот поехал туда. А он сказал то, а эти сделали вот это. Деревенские разговоры, если вы были в деревне, вы знаете, что люди в деревне делают. Между соседями какие разговоры происходят. А эти, значит, украли, а этих посадили. А потом этих не поехали. Бесполезный разговор. И с точки зрения даже вот этого понимания, даже литература, обычная литература, что-то классическое называется, там тоже это грамья-кадха, то есть... А вот Раскольников, например, он думал вот так, и в итоге он додумался от того, что старуху убил. Вот. А потом он долго мучился и тоже думал вот так. И одни говорят, что Раскольников прав, а другие говорят, что Раскольников не прав. И поэтому есть там разные критические очерки пишут, и куча литературы. Совершенно пустая деятельность, да? Потому что если Раскольников убил старуху, то он не дал ей освобождения. Он сам сел. Да, его поймали. Но если Кришна убивает старуху, да? Значит, какая-то проблема у старухи похожа, да? Потому что нельзя сказать, что... Кто может сказать, что Кришна не прав? Он получает освобождение. Он дает освобождение, да? Да. Убивает цивилизация, которая начинает... противопоставлять себя Богу, она обречена на гибель. Любой, кто начинает уставать против Бога, он что делает? И Бог Кришна победит. У конца. Он убивает его точно. Половина истории о Кришне, да. А это история о том, как он борется с демоном. Все демоны, они не могут победить. Поэтому... И победить. Поэтому... Поскольку Кришна Всеблагое, Он дает благо, даже когда убивает... тело живого Чества. Мы можем говорить, что Он не прав, да? Но мы можем эти разговоры... Читая книгу Кришны, источник Кришного охлаждения, раньше она называлась, мы можем подухотворить свою жизнь тем самым. Кришна Кришна – это могущественная вещь. Господь Читания, который присутствует у нас на алтаре, Господь Читания, Господь Мейтенант, да? То есть, приходя 500 лет назад, дал нам то единственное средство, которое в наш железный век Кали-Югу действует, это воспевание. Поэтому, мне кажется, это тоже очень мощное оружие против борьбы с материальностью. Против расходников. С материальностью. Ну да, первые стихи шаштыки, помните? Воспевая Мухаммантру, мы помогаем, ну, сами, так скажем, себе помогаем, да, в нашем духовном прогрессе. И люди, слыша это воспевание, то есть, они получают это семя, семя вот этой любви к Кришне, которая потом может прорасти. Поэтому, так важно, чтобы мы воспевали. С любовью, то есть. Ну, ладно. Хотя бы сымитировать. Ну, потому что, даже вот неосознанное повторение вантры, то есть, мы ее слышим, она имеет трансцендентную природу, то есть, она не материальна. То есть, как бы мы ее там хотим, мы не хотим ее произносить, там, нравится нам, не нравится, она не имеет вот этой материальной скверной, она вне материальных законов. Она чиста сама по себе, потому что там сам Кришна присутствует в святых именах. То есть, вот это вот то, что не подвластно ни гунам, ни материальной природе. И произнося эту мантру, мы, скажем, соприкасаемся с трансцендентной природой, выходя из этой возможности прикоснуться к тому, что не подвластно вот этой материальной природе. Поэтому важно воспевать. Поэтому Кришна говорит. Давайте это воспевание другим иметь шанс, чтобы они тоже имели шанс. Прокупада говорит, когда, он пишет комментарий, что это, когда Кришна говорит материальной энергией, оставь его в покое, да? Видишь вот этого человека с тилкой? Оставь его в покое. Просто на себя, да, нанесите тилку, и к вам многие не подойдут. Это любая? Некоторые просто не подойдут. Оставят в покое. В покое сразу оставляет солидная часть людей. Он какой-то не такой. Они боятся, что эти люди им промоют. Потому что человек предается Кришне, и майя к нему не подходит. Думаете, просто так, что ли? Недавно с женой шли из на Экадыши на очевидный вокзал. Мне порадовала как-то, наверное. Сидела компания уже в возрасте мужчин под выпивших. И они нас по мешочкам определили сразу. Ага, Кришне и ты так и говоришь. И они по ходу на Харинам уходят на набережную. И один сказал, хорошо, встретимся, говорит. Ждут, уже ждут, да. Люди уже ждут, понимают. Своё сердце они отдают. Они чувствуют, что в этом что-то есть даже неосознанное. Они ждут этого нектара. Ведя атрибуты, они сказали Кришне. Кришне. Да. Во время, когда Пракхупада в Америке... Причем доброжелательный. Кришна. Прежде, как-то принесли ему статью, какую-то статью критическую в общество Кришны. Пракхупада нисколько не расстроился. Он там просто спросил, а сколько раз в этой статье принимаете слово Кришну? И сказать там 20 с чем-то раз. Ну и здорово, всё хорошо. Не переживайте больше. Этого достаточно было. Главное, чтобы Кришна было между строчками. Она на одной из Харинам последней. Люди рассуждали, нет, это не настоящая Кришна. А они знают, кто такие настоящие? Я их спрашиваю. Интервью прямо в камеру. А кто такие? Кого вы имеете в виду? А там у нас... Ой, на Дальнем Востоке, на Сахалине. Там вот у нас настоящие. А какая между ними разница? Спрашиваю. Так, вообще поют они то же самое. Значит одеты точно так же. Только у них поярчики тут нарисованы. Похоже и Вера так же самое. Но чувствуем, что там настоящие. У меня опыт просто такой был тоже Харинам в этом году. Ну, сидишь на Харинаме, воспеваешь тоже, да. Люди так мимо идут. Мы так сидим, что-то так угрюмо так поем. Думаешь, ну вот какое благо человек, проходя мимо, получает. Он даже, ну, попели. То есть мы не даем какое-то благо. Просто, просто улыбнуться человеку. И он просто пройдя мимо уже улыбнуться, он уже получает огромное благо. И мы потому что... Почему мы не настоящие кришнаиты? Потому что мы не улыбаемся. Потому что мы несчастливы. Мы несчастные кришнаиты. Поэтому мы как бы людям это счастье не можем дать. Потому что мы сами несчастливы. Вот и выходя на Харинаму, когда мы, ну, действительно счастливы. И не нужно ничего не говорить там людям. Не особо проповедовать. Они видят, что вот настоящие кришнаиты там поют, танцуют, веселятся. Как бы там, что вы там спрашиваете? Что вы курите постоянно? Спрашивают. Что вы там едите? Что вы там добавляете в свою еду? Потому что почему вас так, ну, извините за выражение, прёт просто? Потому что это невозможно, ну, с материальным умом это невозможно понять, как люди, ведя чистый образ жизни, да, они курят, не пьют, там, там, одеваются достаточно, так, по нынешним меркам, ну, закрыто, да, там. Интересно. Вот, интересно, да, хорошее выражение. Вот, и как при этом они скачут там, целыми днями там, поют, и всё это не прекращается. Вот в этом и есть секрет, что соприкосновение с трансцендентом, неоскорнённым материальной природой, маха-мантра – наше спасение. Так выходит, мы счастливые, кришны? Да, мы счастливые, на самом деле. И настоящие. Понимая это, да, понимая это, мы становимся счастливыми. И мы становимся настоящими кришны, счастливыми в сознании кришны. Этот процесс, который дал Господь Читане, да, процесс очищения зеркала. Когда человек очищает свое зеркало в сознании, он начинает осознавать, что действительно он изначально счастливый, обладающий вечностью и знанием живое существо. Проблема в том, что мы это зеркало настолько загрязнели, что не видим, что счастье-то у нас внутри есть в сознании, правда? И думаю, оно где-то вот вне, вовне. Но как оно мне однократно уже… Мы видели этот шикарный номер, да, который Радхи поставит у дёди в оранжевых простонах. Там человек поднял к небу руки. Они говорят, что счастье у тебя внутри. Это факт. Когда мы очищаем зеркало своё, называемое зеркало своего сознания, очищаем сознание с помощью этого метода, Констант Хьюфтон, с помощью повторения Маха Мантры, это ощущение внутреннего счастья, оно приходит само к себе. Не надо его где-то искать. Извини. Поэтому, когда человек счастлив, он может улыбнуться кому… Он понимает, что от него не убудет, если он кому-то улыбнётся. От него не убудет, если он с кем-то чем-то поделится, потому что Господь всё равно позаботится Господь, да. Любящий Отец никогда не оставит своего преданного, своего сына, да. Я говорил про гостиницу, да, но на самом деле мы должны жить не в гостинице этого материального мира, а в доме своём. И никто за нас денег не будет брать за проживание, да. Отец не берёт деньги за проживание с детей. Только хозяин гостиницы берёт со своих постояльцев денег. Если нет денег, то ты живёшь в номере на десять человек, да. Ты живёшь в номере без телевизора и без кондиционера. Субтитры подогнал «Симон»